друзья доброго времени суток добро пожаловать на канал завода меня зовут дима и мы продолжаем с вами проходить игру и яга итак у нас осталось надеюсь последнее задание это уже конец или я чувствую что он очень близко потому что у нас главное задание сейчас это победить кощея перед перед походом на кощей давайте мы что-нибудь смастерим с вами какой-нибудь интересный молот так молот 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 какой мы металл используем более легкими металл что бросить дальше нет нам это не интересно и так золото иногда наносит дополнительные ранения вот это мы оставим так и здесь здесь мы возьмем ну само собой яичко про позволяет носить два коротких удара подряд и одно усиливающее скорее всего будет усиливающее я думаю причиняет больше боли врагам такая то что носит больше урона стуха щам стук хача моих друзьям нет это я не буду так это нежить так ядовитый пузырек делает удары врагов в изнеможденными и слабыми это интересно замораживает пораженных врагов на месте при вызове молота ух ты вот это интересно а давайте вот этот глазик мы и вставим правда я не пойму фразу при вызове молота ну да узнаем так у нас новая руна также появилась злого лиха при поломке оружия злой рок восстанавливается так нет нам это не интересно при поломке оружия все вокруг уничтожают молнии так это мы очевидно поставим и оружие труднее сломать это руна сварога так создаем так и вот он нас морозный молот теперь у нас есть крутяк так ладно выходим и продолжаем свой путь серп мы также оставим свой золотой так мария хочет отомстить за свою семью сможет ли иван встретиться с кощеем а вот сейчас мы и проверим кстати кстати кощей это нежить по идее по идее надо бы молот просто сделать который улучшает она увеличивает урон понижите и все будет заргут не кажется поэтому поэтому может быть стоит по пути если встретим наковальню обязательно себе сделаем такое оружие так это жуткое очень место прям слишком жутко я бы сказал прям вот так ты кто сестра мы снова встретились жесткий кузнец мой боец наконец-то пришел человек способны сразиться сразить ушла ужасного каще я долго ждала и вот у меня появился шанс отомстить также я буду рада его поражению так что я не понял что так ладно это нет не месть он такой ты знаешь кощей да я знаю кощей уже много веков с тех пор когда он был смертным человеком он был князем высокий сильный красивый мужчина свою красоту он давно потерял где теперь зовется кащеем бессмертно так а что значит бессмертный и так что значит бессмертный я слышал что его нельзя убить да это так однажды он чуть не умер но потом спрятал свою душу в яйцо яйцо внутри утки утка внутри зайца заяц сидит внутри пустого бревна бревно плавает в пруду пруд находится в чаще леса а лес стоит на острове посреди моря никто не знает как туда добраться интересненько интересненько а где находится его государство лес посреди которого мы стоим когда-то здесь был его когда-то здесь был его престол земли марии моревны там стояли великие города населенные гостеприимными людьми царство откуда ты родом все 30 составляли огромное государство которым правил кощей со временем о старом государстве забыли так говоришь он был князем да он был князем самого большого государства а когда он стал нежитью люди взбунтовались произошло грандиозное сражение смертоносной клинки могучее волшебство уничтожило все а земля под твоими ногами она пропиталась кровью духи тех кто погиб той битве все еще с китайцы здесь так царство марии что что случилось с царством когда-то это были земли кощея после той битвы они пришли в упадок великий дед марии остановил часть прежнего государства вернул ей могущество с тех пор коще пытается уничтожить то что ему больше не принадлежит он насыпал лесных духов на землю он насылал лесных дух на земле марии не так давно им удалось добиться своего он убил отца марии и множество ее подданных так ну все вопросов нет да давай разберемся с твоей помощью мы его заточим так так а где кащей то где его найти я тебе помогу но сначала надо вернуть венец марии маревна задачка может оказаться сложнее чем ты думаешь кузнец кащей не расстается свинцом добровольно его нужно заточить иначе он будет восставать снова и снова есть один способ и я тебе о нем расскажу что же это за способ такой-то так кто-то должен одолеть кащея благородное самопожертвование кузнец но есть совершенно бессмысленное если хочешь заточить кащея тебе понадобится моя помощь знай что просто так его не убить не зря он зовется кащеем бессмертным сначала нужно уничтожить его тело это сложнее чем ты думаешь так как его уничтожить тело кащея в его клинках не что все его клинки чтобы лишить его сил потом разберись с тем что останется от его тела так после этого когда уничтожить его тело надо заточить душу или то что от нее останется найди костяной сундук и запри кащея в нем так а где этот костяной сундук об этом сундуке больше никто не знает лишившись тела кощей прячется в сундук и восстанавливается перед тем как сразиться с ним найди костяной сундук потом сразу обмотай сундук цепями и закрой на стальной замок качей будет еще жив но навечно заточен в сундуке разве что какой-нибудь дурак не откроет его так так а где этот сундук ну ладно даже если это будет мое последнее деяние я уничтожу кащея может быть тебе повезет больше чем твоим предшественником я буду присматривать за тобой кузнец так у нас новая новый союзник союзница это вот эта ведьма на нам надеюсь помогает аж пауки какие не любили это все конец пауки нас победили так большой медведь в долгу и он зовет нас на помощь нет пока мы это не будем использовать я не знаю что это он надеюсь при следующей смерти при каждой смерти это будет но показывать медведя не будем просто восстаем значит так и молот наш мега молот ломается так давайте тогда молот быстрого сокрушения вот этот молот оденем наш старый добрый молот который бьет два раза и оглушает врагов при ударе вот этот хороший молот надежный проверенный вот с этим молотом все легко и просто так а тут у нас чё два яйца золото и глаз какой-то непонятный глаз который нифига почему-то людей не завара ну в смысле не замораживал никого хотя должен был только в страну он повышал нам злой рок когда я получается наносил урон поэтому мне кажется это очень очень плохой молотый я больше этот глазик куда вставлять не буду предупреждаю тебя если не хочешь ляпаться в неприятности не лез к моему соседу почему вот такого в этом соседи он упырь сосущий кровь на мой взгляд этого вполне достаточно благодарю за совет чего бы это он правда упырь когда мы пьем вместе я все время теряю сознание и что может и просто слишком много выпьешь возможно но почему тогда я вечно просыпаюсь в окровавленной одежде с порезами на теле смотри сам думаю что хочешь я должен был предупредить тебя удачного дня так какой-то соседу путь значит есть вот тут за соседу пыль то где он вот он да как это старик обычный давайте пообщаемся не хочешь ли выпить от этого напитка ты станешь на 10 лет моложе и будешь здоров как бык сколько он стоит обычно я прошу всего 200 копеек но ты вроде хороший парень тебе я дам за 100 давайте заплатим ладно возьму бутылочку не пожалеешь одна оба ноль чё такое так так он очнулся не хочешь ли выпить еще пока что произошло почему я вырубился и почему я весь в крови не знаю потерял сознание у тебя паш вы пошла кровь украл мою кровь ничего я не крал уже из тебя вытекла так что она не твоя я ее просто забрал зачем зря терять кровь и почему же она у меня пошла ты поскользнулся и упал прямо на мой нож что 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 думаешь я поверю твою брехню упырь стража об этом узнает такой вкусный напиток мне очень приятно хорошего дня сударь прощай и и тебе прощаю в общем да он все таки упырь и надо будет рассказать стражи я не знаю я ни одной стражи не видел где можно совершить какой-либо донос так добрый день ну ладно я хотел с тобой поделиться впечатлениями да ладно так еще я заметил что у меня отсутствует один берег нужно что-то обязательно нацепить так иногда чудище злятся когда видят вас в это пути быстрее но чаще пропускаете нет это интересно иногда чудище пугаются при косновении к вам а вот это же пойдет уменьшает получаемый урон вот это мы точно одеваем так выносите больше ущерба за счет своих копеек нет вы можете двигаться намного быстрее вот давайте мы вот эту водичку уберем а вот это куриное крыло поставим будем двигаться намного быстрее так нам обещает посмотрим поискать хлебушек выходим подбираем хлебушек о ее 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 ей что-то что-то так все справились довольно таки быстро кстати у меня по моему я когда-то брал способность то что я могу возле нежити быстрее двигаться надеюсь это так по ее ей это вот эти вот которые бьют сильно руками вот они да или не руками конечностями непонятно просто их 8 x не различишь руки или ноги это так смертный постой прошу тебя помоги я умоляю назови хоть одну причину зверю хоть одну причину зверхать одну причину назови хоть одну причину везде один тот же ответ только это зависит ну скорее всего в какой интонации да ну давайте назови мне хоть одну причину почему я должен слушать таких как ты моя могила осквернена единственное чего я жалею желаю найти преступника который запер меня в этом соляном кольце и украл мои сокровища так но она не похожа на злую ведьму какую-то лицо довольно таки милая отказать атаковать или разрушить соляное кольцо ну давайте разрушим спасибо освободим освободить его глупец ясненько ясненько но придется значит с тобой расправиться лучше бы ты была мне просто осталась мне просто благодарной тогда бы и жила дальше так ну с пчелками мы уже на раз-два справляемся были сколько тут троп главное не заблудиться так он классно если в общем молот бросать а потом прыгать чуть-чуть сторону чтобы получается по касательный молот ну по прямой молот шел обратно к тебе и попадал затылок врагу тогда враг оглушается довольно таки на большое время просто стоит на месте альдина 5 паук так не на всякий случай с кушаем хлебушек не хочу рисковать а то мало ли вдруг ну что пауки они такие блин да тут реально заблудиться можно тропинок очень много так пока все проходит гладко осталось вот это одна голова и мы с ней призрачная голова мы с ней справляемся так это у нас сундук это не костяной сундук так что можно его разбить так золотой кинжал яйцо с двумя желтками у нас тут так а вон он и выход уже видно ладненько нужно все тут расследовать исследовать посмотреть блин хороший молот очень хороший молот будет жаль если он сломается надо будет почаще смотреть как у него там состояние его так нет пока не собирается ломаться и это хорошо так а тут у нас тупик здесь ничего нету я думал это путь на выход ладно так у нас ладно мы если что к печке телепортнёмся тогда вниз ходим посмотрим что там а пока идем наверх так ну а ее а главное о ее окно справляемся справляемся довольно таки легко пока вот обычные разбойники получаются люди ими справляться легко так ну все так еще один враг и мы его побеждаем так а вот и печка телепорт так там нету поворота нет там нету поворота печка телепорт а и это тупик но ладненько сейчас поищем поищем что здесь есть печки печки ничего не лежит сбираемся и перемещаемся кипящая лужа а дальше у нас будет путь вниз дорога вниз ведет так это что у нас это у нас опять какой-то бог алтарь древний ветхий алтарь посвященную богу громоверцу перу ну перед ним на каменной плите лежит лежат подношения так атака подношения что за подношение можно то гром перу что-то 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 это у нас рог перу на но ладненько потом посмотрим что это за рок такой так так печки ой какая хорошо птички то умирают от этого молота молот вот-вот сломается так так а с этим уже надо быть поаккуратнее теперь эх ладно снаряжаемся этим молотом этот молот у нас приносит нам неудачу увеличивает наш злой рок когда мы бросаем пушку так и у нас богатырское пиво есть так о щука опять этот пруд выглядит довольно таки оживленным приветствую тебя путник ты поймал меня саму щуку отпусти меня и исполни любое твое желание так богатство сила съесть удача пока давайте попробуем съедим ее отпустить тебя зачем я тебя съем нет не ешь меня так и чё это было пруд выглядит довольно таки покойным чё-то у нас там произошло только непонятно что вроде как типа уровень появился так 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 а это место где будет какой-то бой давайте тогда сначала вниз ходим посмотрим территория потом уже о не зря я сюда пришел потому что здесь есть наковальня мы можем починить наш любимый молот вот он чиним так и вот это мы починим и вот этому починим и вот этому починим и вот это мы не починим а разберем потому что нам такой молот не нужен и смастерим тогда мы смастерим себе молот из серебра я попробую скорее всего это будет так смертельно опасно от нет и подластный времени металл нет не интересует вот нечистые существа наносит урон нежити вот это я поставлю я буду уже готовиться к бою с кащеем так но собой самой это будет нет 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 я это не буду урон нечисти вот вилка раз будет и еще у нас что нечистил наносит повышенный урон так кровоточить я думаю смысла нету если он бессмертный то есть он так тихо призраком тоже не надо если он бессмертный то есть он там скелет он не живой уже то там я думаю крови не будет поэтому смысла нету давить кровотечение а давайте вот такую вот штуку поставим и здесь само собой руна сварога и и и и и чтоб еще такого взять молнии поставим до создаем это молот будет против специально нежити ой какой он прям мы это прямо светится так и еще один мы на запас с которым мы будем бегать легкий металл можно бросить дальше ну давайте это возьмем может далеко и часто бросаем так и отбрасывать всех пораженных врагов во время полета вот эту штучку мы поставим так и чтоб еще это взять кровоточить нет оглушает врагов нет оглушает врагов нет так что такого то поставить то призраком вот делает делают удар врагов и изможденными и слабыми так это мы оставим из руны само собой дашь бог и и руна перу на которая бьют молнии вот такие у нас два молота будут как он горит мне нравится мне нравится мне нравится так а как он бросается далеко ух ты ну да далеко так а это что это тот самый костяной этот но он похож на костяной сундучок а как его закрытие цепями то замуровать я чуть не пойму ну да ладно потом я думаю по пути нам скажут вдруг там цепь какая-то нужна специально волшебная сейчас здесь у нас получается будет а это кощей уже уголь это кощей уже так близко уже так скоро ну да ладно так тогда мы одеваем молот против нежити так также мы поменяем руку правую на вот эту штучку тоже против нежити и идем воевать ты что смерти ищешь или ты просто невежда невежда который забрел куда не следует неважно твоя смерть доставит мне не меньше удовольствия не нужно кровопролитие кровопролитие я хочу просто вернуть венец мамария отдай его мне и я уйду нет это царство по праву принадлежит мне я обрушил на тебя свой гнев ой-ёй-ёй-ёй-ёй ой так а мне сказали сначала с мечами надо расправляться да получается как у него магия интересно так мечи уничтожил так и он опять в коконе это значит какая-то защита у него ой-ёй-ёй и кони и кони летают тут аккуратненько надо так а я не понял так все он в коконе опять ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй так меч 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 уничтожаем меч так ой-ёй-ёй-ёй-ёй меня бьют меня бьют меня бьют тихо-тихо так мне нужны мечи ну пока с топором тоже справимся так ой-ёй-ёй-ёй ну ну еще чуть-чуть все справились ого сколько много урона нанесли мне понято так 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 стоп а он прячется в сундук а сундук лежал там да давайте быстрее отвалимся так быстро скушаем хлебушек и отправимся до сундука это вниз вот он он и нет как ты здесь оказался я слишком слаб чтобы продолжать биться с тобой пощади меня никогда не щадил своих жертв заслужил вечное заточение я их все-таки убивал а то что ты собираешься сделать со мной это невыразимая пытка смелуйся так вечное заточение венец озолоти меня и освобожу тебя так и что же выбрать так что же выбрать то так дайте венец попросим ты заслуживаешь заточение за свои деяния отдай венец и останься в заточении навечно вот так вот сколько у него там золото посыпалось то монетки 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 яйцо с двумя желтками же оснащились и королевская корона да все таки он отдал мне корону отдал корону и я его заточил запереть и запечатать или уйти просто давайте заперем запрем заперем запрем так ну все получено достижение сразу тюрьма нежити и думаю можно идти до марии марии и показывать но нам нужно отдать этот эту корону а где она эта корона вот она эта корона корона украдена кащеем у отца марии кащеем и получается заточили обратно в сундук как и положено корону забрали сейчас отнесем ее мария так а вот она выход какой-то на самом деле легкий кузнец был ой кузнец кащей так судьба судьба ивана зависит от его выбора так помогите мне помочь вам минус 15 от купеческой цены судьба благоволит вам праведником плюс 1 судьба я чувствую себя сильнее как медведь поражение врагов медвежьей лапой восстанавливает силу воли нет это не интересно давайте судьбу плюс 1 добавим так ну что идем скорее до марии сейчас мы починим что тут есть так быстро чиним чиним вот еще есть чиним так это не ну все остальное у нас все в порядке все хорошо выйти так скорее нужно идти до варе марии 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 надеюсь она с нами заодно тогда давай злой урок мне сразу уберешь и и на этом спасибо иван ты вернулся я не с я не смело думать что мы встретимся с тобой что иван ты вернулся я и не смело думать что ты встретился лицом к лицу с моим врагом так я встретил каще и сразился с ним на этом все нашел корону моего отца так да нашел да я ее нашел и я вернул ее законному владельцу а что случилось коще ему удалось бежать так его настигла кара вечно получает по заслугам теперь он хранится там как драгоценность музыкальная шкатулка сейчас он расплачивается за то что сделал он заточен в этом судаке он бессмертный и нет такого оружия которого могло его убить но он больше не потревожит тебя ойван я буду вечно благодарна тебе благодарю тебя за то что вернул корону а вот и твоя награда 333 монетки так свадьба что там да предложение царя чё там да сейчас подходящее время для обсуждения свадьбы я думал о твоем предложении я судила все мои все с моим народом ты положил конец вражде своих деяниях ты дровал мне что-то что-то и ты винул мне корону моему отцу сделал все что я просила похоже не следует принять твое предложение отправляйся к своему царю и сообщи эту весть вот и славненько вот и славненько все таки она согласна однако у меня есть требования я сама выберу место для нашей свадьбы и жених должен будет прийти пройти испытания так испытания испытания так хорошо где куда мы пойдем свадьба состоится под пристальным взором седобородого камня а что за испытание ты обо всем узнаешь после того как мы начнем это то что царь должен будет сделать сам ну окей так ну все значит мы направляемся теперь к царю и сообщаем весь о том что мария готова выйти за него замуж но на определенных условиях но отправимся к царю же следующей серии